Хлеб вместо мяса, маргарин вместо масла и сухари взамен печенье. Руководители одного из детских садов Караганды экономили на еде для малышей. Такое заявление сделали родители. А в департаменте по защите прав потребителей подтвердили эти факты. Признали ли свою вину управляющие дошкольным учреждением? И как детскому организму может навредить такая экономия? Расскажет Людмила Батюшкина. Все началось с того, что мама одного из воспитанников однажды пришла пораньше за сыном в детский сад. Как раз во время полдника, который состоял из подозрительно светлого чая и сухаря. Позже и остальные родители начали обращать внимание на то, как кормят их детей. Благодаря этому они и узнали, почему малыши периодически жаловались на боли в животе и диарею. Первое, что меня возмутило и возмущает до сих пор, это то, что детей заместо сливочного масла кормили спредом. И спред – это прямой путь к онкологии. То есть и с детства наши детей уже, как говорится, травят. Возмущенные родители организовали собрание, на котором озвучили результаты своего расследования. Однако руководство детского сада заверяло, что малышей кормят как положено, а продукты соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Кишечной инфекции нет. Я вам могу даже показать инфекционный журнал. Если бы дети болели, они бы не выходили в детский сад. Но они же ходят. Директор была до этого, они заложили продукты. Мы это и доедаем. Понимаете? И все-таки мамы написали жалобы в департамент по защите прав потребителей и прокуратуру района. Санэпидемиологи провели проверку в детском саду и подтвердили, что родители правы, дети действительно не доедают. В официальном ответе сообщается, что вместо положенных 110 граммов мяса в день детям давали 75, фруктов вместо 140 граммов всего 34, творога 28 граммов вместо 60 и далее также по всем остальным продуктам. Масло сливочное заменяли спредом, цельное молоко сухим. Мы принимаем через день, через линекс, чтобы микрофлору восстановить, чтобы остановить диарею. Правда, озвучить все эти цифры официально в департаменте по защите прав потребителей пока не спешат. Диетологи же уверяют, что маргарин, сухари и сухое молоко могут серьезно навредить детскому организму. Если в самом растительном масле нет холестерина, то липопротеиды низкой плотности являются сильнейшими стимуляторами выработки эндогенного холестерина, что в патогенезе теросклероза гораздо страшнее, чем экзогенный холестерин, то есть тот, который мы получаем с какими-то жирными пищевыми продуктами. Это небезопасно в том числе и для взрослых. Руководство детсада отказалось озвучить свою позицию по поводу результатов проверки. Как говорят родители, на дошкольное учреждение наложили штраф около 40 тысяч тенге и обязали устранить выявленные нарушения. Что же касается самих возмущенных родителей, то в местном управлении по защите прав потребителей им посоветовали обратиться в суд. Предоставить нам на обозрение перспективное меню. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Караганды.